3 июня, в минувшую субботу, жители Днепровской улицы провели пикет на площадке возле Дома молодежи против точечной застройки по адресу Днепровская улица, дом 39. Акция протеста организована первым секретарем Комитета Владивостокского городского отделения КПРФ Александром Сустовым. Вред, наносимый точечной застройкой, очевиден, но жителям каждый раз приходится отстаивать свое право на комфортную и безопасную жизнь. Поднимались вопросы нехватки школ и парковочных мест, отсутствие места для расширения узких проездов, проблема вырубки деревьев вместо озеленения. Жители требовали как минимум снизить этажность планируемой высотки. Главный вопрос, интересовавший горожан, это законность выдачи разрешения на строительство. Почему те, кто подписывал документы, сейчас под следствием? Про то, что все сделано в рамках законодательства, постановление номер 23, на которое вы складаетесь, я его распечатала. Угадайте, кто его подписал? Гуменюк, который где сейчас? Сидит. А кто? Кто? На кого возложено исполнение этого постановления? На Соколову, который где? Сидит. Поэтому мы не верим, что тут все было сделано в рамках законодательства. Пришедшие на встречу с жителями застройщики и представители администрации попытались ответить на эти вопросы. Гендиректор строительной компании «Навигатор» Евгений Аркуша предложил безвозмездную помощь в благоустройстве близлежащей территории. А замглавы администрации города Владивостока Максим Акульшин сообщил, что районная и городская прокуратура уже занимаются выявлением возможных нарушений, в том числе, как выдавались разрешения и документы на земельный участок. Зная, что прокуратура уже сейчас и районная, и Ровореченская, и городская этим активно занимаются, мы полагаем, что в ближайшие несколько дней они законность действия всем этапом будут давать. В том числе, вот эта история с тем, что там немного забором лишнего захватили, в том, что они там, может быть, не в границах, в том, кто выдавал разрешение, как получался земельный участок, кто из частной экспертной организации проверял проект, соответствует он или нет формы, то есть всю оценку дадут. При этом все руководители понимают, что точечная застройка не нравится жителям, потому что она не про удобство и комфорт, а про деньги. Много объектов строил, и, к сожалению, везде практически такая же ситуация от жителей. И пока одни убеждают, что сопротивление бесполезно и лучше извлечь косвенную выгоду из строительства, другие вдохновляют на борьбу. Вы понимаете, что это будет продолжаться, если мы все это проглотим? И если шансы неизвестны, и если шансов нет, железно, запомни, здесь и повсеместно сопротивление полезно.